Сегодня глава Дагестана Рамазан Аблатипов провел рабочее совещание с участием председателя Народного Собрания, министров и руководства силового блока. Аблатипов поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении майских праздников. Президент отметил, что в республике активно начался процесс преобразований. Он не поверхностный и не ограничится несколькими месяцами. Поэтому все, кто хочет заниматься проблемами Дагестана, должны активно в этом помогать. Рамазан Аблатипов добавил, что со стороны граждан уже чувствуется поддержка. Содействуют в решении многих проблем президенты и правительства России. В республику постоянно приезжают руководители различных федеральных министерств. Глава Дагестана также напомнил о подготовленных президентских проектах, которые касаются почти всех сфер жизни. Работа здесь должна быть более прогнозируемой и целенаправленной. Говоря о вопросах безопасности, Рамазан Аблатипов обратился к дагестанцам. И тот процесс очищения, который идет по Дагестану, этот процесс очищения должен получить поддержки. В целом ряде сел, рядовые граждане ставят вопрос о том, чтобы бандиты, разного рода фанатики, очищали свои селы, уходили из своих сел, не мешали людям нормально жить. И я просил бы наших дагестанцев не оставаться в стороне от этих процессов. И в том числе я просил бы фундаментально повысить уровень своей работы нашим религиозным деятелям. Мы получили величайшее благо. Мы свободно посещаем мечети, строим мечети. Мы имеем возможность исповедовать любую религию традиционную для нас. Но вместе с тем эти процессы, которые обрели в какой-то степени крайнести, они мешают к нормальному исполнению своего долга нашими мусульманами в соответствии со священным Кораном и с хадисами пророка. И с наставлениями наших великих шейхов и имамов. Поэтому и здесь тоже надо фундаментально обратить внимание и обратить внимание на уровень подготовки имамов в целом ради мечети. Вот сейчас парламент Дагестана занимается этим вопросом, в том числе аттестации имамов. Вполне возможно, будет какой-то вариант. Я хочу в связи с этим подчеркнуть. Мы далеки от мыслей и желаний вмешиваться в чисто религиозные дела. Но государственную политику, в том числе и в религиозной сфере, мы должны проводить и будем проводить. В том числе и с учетом наших культурных, религиозных традиций. Эти вопросы должны быть обязательны в учтении. Абблатипов также затронул на совещании проблемы воспитания молодого поколения в традициях дагестанской культуры. Соответствующему министерству тут же было дано поручение разработать учебное пособие, которое должно включить в себя творчество таких дагестанских поэтов и писателей, как Расул Гамзатов, Сулейман Стальский, Эльчий Казак и Амарла Батырай. Одновременно даю поручение, чтобы мы подготовили документы, необходимые к созданию дагестанской консерватории традиционной музыки. Значит, чтобы параллельно у нас была бы лаборатория музыкальных инструментов, лаборатория национальных костюмов. Многие забыли, как выглядели наши национальные инструменты. Отсюда и искаженное проявление так называемых традиций. Когда начинают бегать где-то по Москве, из травматического пистолета якобы проявляем обычаи и традиции. Таких обычаев и традиций у нас не было. Мы должны наши обычаи и традиции возвращать на традиционную духовную основу. Продолжение следует... Продолжение следует...